Региональный оператор не вывозит мусор. Начальникам территориальных отделов Ленинского городского округа постоянно приходится встречаться с подобными жалобами от населения. Но причина чаще всего кроится не в плохой работе коммунальных служб, а в элементарном нарушении правил парковки самими жителями. Недобросовестные владельцы авто просто перегораживают подъезд мусоровывозящим машинам к контейнерным площадкам. Водители все меры, которые они могут принять, они предпринимают. Если есть минимальная возможность подъехать к контейнерной площадке, они это делают. Другой вопрос, что как в данном случае у нас выкатить контейнеры очень проблематично, то скорее всего на данную контейнерную площадку придется заезжать в следующий раз, чтобы вывезти все отходы, которые здесь накопились. Борьба с такими автомобилями ведется постоянно, а теперь вышла на новый уровень. Около трех месяцев назад на портале Добродел появился раздел «Народный инспектор». Можно сфотографировать номер машины и отправить его в службу контроля. И тогда придет штраф водителю, и в дальнейшем он не будет этого делать. Потому что на сегодняшний момент, если машина эта так и останется, мусоровоз действительно не сможет вывезти. И мы потом будем возмущаться, почему рекоператор не вывозит у нас мусор. Помочь округу избавиться от несанкционированной парковки возле контейнерных площадок может каждый житель. Достаточно скачать приложение «Добродел», зарегистрироваться, зайти в раздел «Народный инспектор», выбрать соответствующую геолокацию, сделать четкое фото, чтобы был виден регистрационный номер авто, и с комментарием отправить в центр обработки. Все заявки стекаются в территориальный отдел Госадомтехнадзора. «Получается информация о собственнике, направляется уже штраф по почте. Для физических лиц данный штраф составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. А для юридических? Для юридических от 30 до 50. Если злостный нарушитель неоднократно совершает данные нарушения, то уже это является освещающими обстоятельствами». Также штраф будет отображаться в личном кабинете портала Госуслуги. За достаточно короткий срок работы программы уже есть видимые результаты. Поймали и привлекли к ответственности более 100 автовладельцев. Постоянный мониторинг нарушителей на территории округа ведут члены общественной палаты и ассоциации председателей многоквартирных домов муниципалитета. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.